Продолжение следует... Проблемы города «Решаем вместе» — это социальный проект компании «ФосАгро» — зона охвата проекта Кировско-Апатитский район. Приоритетные направления — спорт, образование, наука, культура, досуг пожилого поколения, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, а также фестиваль социальных проектов. Большинство людей с ограниченными возможностями здоровья страдают больше не от своего диагноза, а от отношения к ним окружающего мира. Как повысить их качество жизни? Как помочь им социально адаптироваться? Ответы на эти вопросы мы узнаем у руководителей проекта «Волшебная комната». Продолжение следует... Волшебная комната... Вы знаете, это название получилось само собой. Мы надеялись и хотели создать именно то пространство, чтобы у ребенка оно ассоциировалось с какой-то сказкой, с каким-то волшебством, чтобы в этом пространстве ребенку стало более комфортно, более спокойно, уютно. Иначе как волшебный не назовешь эту комнату, ведь в ней есть уникальные сенсорные средства, помогающие ежедневно детям с различными видами инвалидности стабилизировать психологическое и эмоциональное состояние. Сегодня я вас приглашаю прогуляться по волшебному лесу. Сначала идем по Пмеденой, по Полянке, потом по дну лесного озера, проходим по мостику, попадаем в пещеру. Так, ребята, я вижу какой-то водопад красивый. Выходите с коней в пещеру и посмотрим, что здесь за водопад. Давайте посмотрим на водопад с какого-то цвета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день в Апатитах проживает 229 детей с ограниченными возможностями здоровья. Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения уже не первый год проводит психологическую и социальную реабилитацию особенных детей в возрасте от 3 до 18 лет в условиях дневного пребывания. С ребятами занимаются не только приходящие школьные учителя, но и психолог, реабилитолог и инструктор по физическому развитию. Сотрудники центра постоянно ищут новые формы и методы работы. Благодаря грантовой поддержке ФОСАГРА, центр приобрел специальное оборудование для волшебной комнаты, которое развивает зрительные, слуховые и тактильные ощущения ребенка, оптимизирует мозговую деятельность, корректирует эмоции и общение, расширяя представление об окружающем мире. Благодаря финансовой поддержке АО «Апатит» мы считаем, что нам удалось это сделать. Мы создали достаточно комфортное репутационное пространство для ребят с особенностями развития. Есть зона, где ребенок может расслабиться, где есть зона, наполнена аудиальными стимуляторами, визуальными, тактильными. Каждая зона имеет свое предназначение и несет свою смысловую нагрузку. Молодец. А птичка? Птичка, которая летает. Ну-ка покажи, дорогая. Молодец. А как она летает? Покажи. Молодец. Вы чувствуете эффект для своего ребенка от посещения волшебной комнаты? От посещения, да. Я чувствую, что ребенок, например, как бы все равно идет сюда с удовольствием. Он ждет, когда специалисты отведут именно уже туда. То есть в любом случае ребенку интересно, это разнообразие какое-то. Дома мы такого предоставить не можем. Не на так все, что было организовано. Поэтому, конечно, детям очень нравится это. По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с людьми с ограниченными возможностями здоровья. И некоторые из них просто поражают своей энергией. Например, инвалид-колясочник Елена Проценко. Она ведет настолько активный образ жизни, что ей могут позавидовать даже здоровые люди. Иногда я думаю, интересно, а такой потенциал у нее от рождения или это зависит от окружения? Ведь очень важно, чтобы особенных людей с детства окружали любовью и добротой. Собирать конфеты – любимое занятие 11-летней Адели. В 2,5 года девочка перенесла энцефалит. Ее еле спасли врачи. Но оправиться полностью от болезни не удалось. Пришлось оформлять инвалидность. Прошло какое-то время, к нам пришел специалист с центра реабилитации. Она нам предложила, что вот у нас есть вот такой центр, не хотите ли вы к нам прийти. Причем я даже не знала о том, что у нас вообще есть такой. Мы пришли. На тот момент здесь работал медицинский персонал. То есть у них были психологи, приходили преподаватели здесь со школы. Мы были еще маленькие. Мы проходили 3 месяца. Нам все очень понравилось. И для меня работающей мамы, то есть это было самое главное, чтобы мой ребенок находился постоянно под присмотром. То есть как это все происходит дома. 6 лет Адель посещает центр, получая все необходимые образовательные и социальные услуги. Она пока не знакома с волшебными свойствами сенсорной комнаты, но ее мама уверена, что ей там понравится. В волшебной комнате первый этап мы не прошли, потому что, вот я говорю, как раз мы были дома, когда появилась сенсорная комната. Зашла я сегодня. То есть я увидела не как взрослому человеку, который воспитан какое-то даже советское время. То есть это на самом деле замечательно. Очень хочется мне, взрослому человеку, потрогать, все посмотреть, пощупать. Я знаю, скажем так, насколько Аделя любит все вот эти вот моменты. Я думаю, что ей будет очень интересно. Что больше всего из них нравится из волшебной комнаты? Ну вот, как я уже отмечаю, больше всего им, конечно, нравится шатер. Там можно порелаксировать, отдохнуть. Не знаю, когда занятие заканчивается, все равно нужно уходить отсюда. Очень нравится стол вот этот. Ну, стол у нас уже был, как бы, и есть в учреждении. Кто-то уже был знаком с ним. Вот. Ну и пузырьковая колонна, конечно, очень. Это тактильная панель. На ней разные предметы, но все они сделаны из разных материалов. То есть здесь дети развивают свое восприятие, тактильные ощущения. То есть здесь можно все потрогать, послушать. Направлена она на развитие органов чувств. Здесь у нас на столиках также лежат музыкальные инструменты, которые мы изучаем. Есть полностью занятия в программе, направленные на изучение музыкальных инструментов. Что, как звучит. То есть задание очень нравится детям, когда сзади становишься, и какой-то инструмент демонстрируешь его звучание, и дети должны угадать, что это. Каждый устраивается, когда начинается релаксация, туда, где ему удобнее. Кто-то выбирает вот просто маты, на них мягко, светит солнышко. Проблемы города «Решаем вместе» — это социальный проект компании «ФосАгро». С 2005 года при поддержке компании воплотились в жизнь более 100 общественных инициатив. Мне бы очень хотелось иметь волшебную палочку, и ее взмахом сделать всех людей здоровыми и счастливыми. Благодаря таким проектам мы можем делать мир чуточку лучше. Будьте здоровы и до новых встреч!